Хоровод под лесгинку, а кавказские танцы под гармонь. В Сургуте проживают более 120 национальностей, и многие культуры уже плотно переплелись с соседскими. У дагестанского дома много гостей, причем они не только смотрят. Под зажигательные ритмы сложно не пуститься в пляс, а если устали, подкрепились. У нас этот праздник соцветия сейчас совпал с праздником Уразы, и многие, кто постится сейчас, просто смотрят на то, что приготовлено. А 15-е числа будет разговение, тогда в основном, основное блюдо, конечно, это хэнькал обязательно должен быть, много мяса, курдзе, сладкие блюда. Ну, вообще-то, блюд много у нас, перечислять это долго. Песни и пляски не стихают и у чувашского дома. Хозяева привлекают зрителей яркими костюмами, и не только. Чувашский танец «Линка» национальный исполняется обычно на традиционных праздниках, как, например, «Окатуй» праздника с чумной, ну, и так же на различных вам остальных праздниках. О народе, о природе, о любви. Ханты в чуме спрятали смартфоны, ведь и в оригинальных условиях гаджеты просто негде заряжать. На солнечный свет, на солнечной батарейке. А где, куда, не нашу спрятать? Мы с танцевой привезли, заводим ее. Самый сладкий стол по версии «Сургутинтерновостей» у киргизов. Своим гостеприимством народ очень горд. Представили свои национальные блюда только. Это у нас будет бешпармак, мы приготовили сегодня, да, это мясные блюда, которые делаются из внутренностей. Ну и самое главное наше блюдо – это вот борсок, это хлеб вот этот вот. Благодаря вот наших замечательных рук наших девочек, вот такие накрыты замечательные наши достарковые. И котенки, которые перед вами стоят, это напитки специально мы привозили из Киргизии. Это экологическая честь и киргизская продукция. Мы хотим угощать сегодня наших гостей, что они знали, что у нас в Радостане есть замечательные напитки, которые безалкогольные. Всякий кулик хвалит свой водоем. Вот и киргизы приглашают всех сургутян отдохнуть на берегу озера Иссык-Куль, ведь там сейчас самый сезон. Почтила фестиваль своим присутствием и губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с главой нашего города и депутатами она пила кумыс, дегустировала чак-чак и даже танцевала. Фестиваль национальных культур соцветия провели в Сургуте уже в 21-й раз. Стало доброй традицией завершать его хороводом, где за руки берутся представители всех национальностей, живущих в нашем городе. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.